Всем привет! Сегодня я покажу вам, как заполнить анкету на получение шенгенской визы. Например, итальянской визы, но в целом все анкеты выглядят одинаково. Поэтому давайте приступим к заполнению анкеты. Итак, первый пункт это фамилия. Записывайте фамилию так, как она указана у вас в загранпаспорте. Допустим, у вас фамилия Петрова. Следующий пункт номер два. Это фамилия при рождении, а также все ваши предыдущие фамилии. Допустим, у вас было раньше несколько фамилий, вы их все записываете через запятую. Иванова, Сидорова. Следующий пункт номер три. Это ваше имя. Здесь вы пишете ваше имя, как оно указано в загранпаспорте. Допустим, Анастасия. Обращаю ваше внимание, что теперь в новых паспортах букву Я обозначают сочетанием букв I и A. В дальнейшем я вам покажу, как вернуться к старому. В дальнейших своих видео я покажу, как можно будет вернуться к старому написанию или изменить вашу фамилию. Например, если у вас какая-нибудь нерусская фамилия, и вы бы хотели сохранить ее написание на латинице, так как она выглядит в оригинале. Но сейчас не об этом. Это лишь маленькое отступление. Сейчас давайте продолжим заполнение нашей анкеты. Итак, дату рождения заполняем в том формате, в котором это указано в данном пункте. И все даты в данном заявлении мы будем заполнять именно в таком формате. Иногда формат отличается, поэтому стоит на это обращать внимание. Итак, заполняем дату. Допустим, вы родились 2 марта 1984 года. И родились вы в Подмосковье. Значит, здесь вы пишете то место рождения, которое у вас указано в загранпаспорте. Обычно здесь требуется написание лишь региона. Значит, если вы родились в Москве, Петербурге, вы пишете Москва, Санкт-Петербург или Ленинград, так как они у вас записаны в паспорте. Если вы родились в области какой-то, пишите лишь регион. Если в республике бывшего Советского Союза, то пишите название республики Советского Союза, так как у вас записан в загранпаспорте, но латинскими буквами. Поэтому здесь мы пишем, допустим, вы родились в Подмосковье, да, вы пишете Москов, Московская область. Дальше. Страна рождения. Значит, так как у вас записано в загранпаспорте. Для тех людей, которые родились до 1991 года, те пишут Советский Союз. Гражданство в настоящее время. Россия. Значит, можно написать на русском, но латинскими буквами через букву О. Гражданство при рождении. Значит, соответственно, кто родился в Советском Союзе, пишет, что Советский Союз. Кто родился в России уже после развала Советского Союза, пишет Россия. Дальше. Пункт номер 8. Здесь вы указываете свой пол. Значит, в данном случае у нас женский пол. Дальше. Как, значит, женаты вы, свое семейное положение указывать. Допустим, вы женаты, замужем, да. Так, значит, 10 пункт пропускаем. 11 пункт пропускаем. Значит, в 12 пункте пишем обычный паспорт. Это имеется в виду ваш загранпаспорт. Номер произного документа. Это номер вашего паспорта в пункте 13. Пишите все цифрами без пробелов. Дальше. Дата выдачи. Пишите дату выдачи в формате, как оно указано. Значит, допустим, у вас выдано 1 апреля 2015 года. Действительно тоже, да. Значит, на вам теперь, значит, действительно тоже 1 апреля 2025 года. Значит, и кем выдан. Значит, вы смотрите свой загранпаспорт. Обычно там написано, какой ФМС выдан. Так и записывайте. ФМС там какой-нибудь 77. Или какой там у вас написан. Вы его записываете. Значит, домашний адрес. Значит, записывайте так, как вы привыкли там. Пишем Россия. Россия. Индекс свой записываем. Москва. Либо область, если у вас. Да, Москва, область. Город. Значит, дальше улица. Так и пишем Тверская. Тверская улица. Дом 1, квартира 2, допустим. К примеру, да. Записали. Также здесь адрес электронной почты свои указали. Дальше написали номер телефона. Значит, в формате плюс 7. 4, 9, 5. Или свой мобильный можете указать. Да. Там указали свой телефон, короче. Так, дальше. Пункт 18. Пропускаем. Пишем пункт 19. Профессиональная деятельность. Настоящее время. Пишем там вашу должность. Да. Как она звучит там, какой-нибудь. Допустим, вы юрист. Пишите. Юрист. Можно прям по-русски. Главное, латинскими буквами. Дальше. Работодатель. Так и пишем. О-о-о. Рога и копыт. Допустим. Дальше пишите адрес, так же, как писали свой домашний адрес. И телефон. Для студентов и школьников достаточно лишь названия учебного заведения и его адрес. Дальше переходим к пункту 21. Пишем, значит, цель туризма. Цель вашей поездки. Значит, если вы до туризма пишите туризм. Значит, если вы до деловой поездки едете, пишите деловая поездка. Значит, если... В случае деловой поездки рекомендую сразу две галки поставить. И туризм, и деловая поездка. Так как в случае, если вы поедете... По туризму в следующий раз, но с этой визой. Чтобы у вас было все в порядке с документами. Так, теперь пункт 22. Страны назначения. Вот здесь необходимо указать все страны, в которых вы хотите побывать. Это, значит, пишет Италия в любом случае, так как вы туда едете. Потом вы, допустим, захотели во Франции. Пишите Франция. Да. И еще в Монако захотели. Да, допустим. Написали Монако. Все, все страны указали какие. Теперь, ну вы, допустим, летите в Милан и пересадку делаете в Мюнхене каком-нибудь, допустим. Да, значит, у вас штамп будет стоять, что вы въехали не в Италию, а в Германию. Соответственно, необходимо писать ту страну первого въезда, чей штамп будет стоять у вас в паспорте. Поэтому вы пишите Германия. Да, Германия. Дальше. Пункт 24. Это сколько въездов вы хотите сделать по этой визе. Всем советую здесь сразу делать многократный въезд. И количество дней. Максимальное количество дней по визе С, а мы именно, это именно такая виза, туристическая виза, это виза С. По ней вы можете находиться 90 дней в каждые 180 дней в году, пока действует ваша виза. Поэтому здесь мы указываем максимальную цифру, это 90. По желанию вы можете там в скобках написать на сколько лет, но это никак не влияет на срок, на который вам дадут визу. Потому что это решает уже консульство или посольство само, независимо от того, что вы написали. Поэтому здесь мы смело указываем 90, а они пусть уже сами решают, на какой срок вам дать визу. Дальше. Были у вас визы или не были? Если были, пишите, что были, да. Были, указывайте здесь последнюю визу, которая у вас была. Была, допустим, у вас была, да, допустим, с 5 февраля 2015 года, да. Значит, и вы указываете срок действия той визы. Неважно, сколько, сколько, сколько дней вы были, вы указываете срок ее действия. Допустим, вам ее дали там на год, да. Пишите по 0,4 обычно, да. Там смотрите, как визитой написано, так и пишите. 0,4, 0,2, 2016 год, да. И все в том формате, как было указано в пункте вашей даты рождения. Если были отпечатки, пишите, что они были. Если вы их сдавали, если не сдавали, то пишите, что нет, не сдавали. Значит, 28-й пункт пропускаем, 29-й. Вот это, здесь я бы хотел поподробнее остановиться, это важный пункт. Здесь стоит, я всем рекомендую указывать дату въезда и дату выезда реальную. Ту, которую, в которую, в ту дату, когда вы выезжаете уже из вашей, ту дату, когда у вас куплен обратный билет, да. Допустим, вы хотите на Новый год съездить, вы пишите с 01.01.2017 года, да. И выезжаете, вы там на 7 дней едете, пишите, что вы выезжаете 0.07.2017 года, да. То есть, вы пишете, вот здесь у вас в пункте 25 вы указываете 90 дней мультивиза. А здесь, в пункте 29.30, вы пишете реально свою дату въезда и выезда. Если там скажут вам в визовом центре поправить, поправите ручкой, это ничего страшного. Лучше писать так, чтобы не было путаницы и чтобы вам случайно неправильно посчитали дни и дадут вам, допустим, решат вам сделать однократную визу на период вашей поездки и дадут вам неправильно что-нибудь посчитают и дадут вам визу по 6 число, а не по 7. Чтобы все было правильно, чтобы ваша поездка состоялась, лучше писать здесь реальную дату въезда и дату выезда. Также вот интересный факт, если, допустим, у вас там самолет вылетает, допустим, в 12 часов ночи уже следующего дня, а 12, допустим, 0.35, ясное дело, что паспортный контроль вы пройдете еще накануне, да, в 23.50, допустим. Поэтому, если у вас такой случай, вы пишете на сутки раньше и покупаете спокойно страховку на сутки раньше, потому что вы, по-любому, штамп у вас будет стоять уже другой даты, предыдущей. Поэтому здесь вы можете. Ну, если не хотите рисковать, можете оставить как есть. Дальше, значит, 31 пункт, это название гостиницы, где вы... Значит, если у вас несколько гостиниц, пишите там основную, в которой вы дольше всего будете находиться. Там пишите здесь название отеля вашего, да, отель там такой-то, допустим, да. Там, ну, здесь не обязательно, здесь название отеля, короче, отель, там пишите какой-нибудь РИЦ, да. Дальше. Адрес. Пишите адрес тот, который у вас написан в вашем подтверждении бронирования. И их телефон тоже все оттуда берете. Так как люди будут именно с этого, с этой бумажки слегчать правильное заполнение. Дальше, 32 пункт, это пропускаем, все пропускаем. Дальше, пункт 33, заполняем. Я всем рекомендую, если вы уже совершеннолетние граждане, то надо писать, что сам заявитель. Даже если у вас там деньги не свои, найдите там деньги, значит, деньги, денег должно быть на показан документ. А финансовый документ из расчета 50 евро на каждый день у вас должно быть. Поэтому, если больше, то лучше. Поэтому, не поленичись, положите деньги на карточку и возьмите либо справку из банкомата, либо справку из банка, что у вас есть доступный баланс на вашу поездку. Это, если у вас несколько человек, вы можете скинуться и каждому по очереди положить деньги, снять деньги. Значит, положили деньги, взяли выписку, сняли деньги, следующий, положил деньги, взял выписку, чтобы меньше проблем было. Значит, пишите так, что у вас есть еще наличные деньги, дальше кредитная карточка у вас есть, да, что у вас предоплачено проживание, пишите. Даже если у вас оно забронировано просто, все равно пишите, предоплачено и все. Это никто не смотрит. И вы же купили билет на самолет, поэтому предоплачен транспорт. Значит, все, это заполнили. И если вы еще, можете еще что-то указать, но это вполне достаточно. Это простая формальность. Так, значит, дальше идем. Если у вас есть кто-то в Евросоюзе, пишите. Если нет, ничего не пишите. Дальше. Пункт 36. Мы закончили заполнение анкеты. Остается лишь указать место. Москва. Москва, допустим, и дату, когда вы заполняли, вы подаете документы. Да, допустим. Вы подаете документы 1 сентября. Пишите, что вы 1 сентября заполнили. В пункте 37 пишите подпись. Значит, в пункте 37 здесь пишите. Здесь вы распите. Здесь подпись ваша. Здесь ваша. Но это не надо писать. Здесь вы подпись пишите в 37 пункте, когда распечатаете уже анкету. Дальше идем в самый конец. Так. Также прочитайте эти все условия и положения, что вы ничего не скрываете и говорите правду. И также пишите здесь Москва. Москва 1 сентября 2017 год. Тоже пишите в том формате дату, как везде просят в анкете. Это как в дате рождения. Такой же формат. И рядом ставите вашу подпись. Все. На этом заполнение анкеты закончилось. Анкету распечатываем. Собираем оставшиеся документы. И идем в посольство. Желаю всем удачи в получении шенгенской визы.